Как красиво троллить людей? Просто скажи, помнишь меня? Давным-давно мы очень плотно общались. Если они говорят нет, просто улыбнитесь, скажите, подумай об этом и уйдите. Это случилось со мной один раз несколько лет назад, и я все еще в замешательстве. Но уже не задайте кому-нибудь вопрос сразу после того, как он положит еду в рот. Перед тем, как ответить на вопрос, он обязательно начинает быстро жевать, и рассудок потихоньку начинает теряться. Появляется нервный смех и нервное жевание. Затем задайте им еще один вопрос, когда они сунут следующий кусок в рот. И опять, и опять. Мне нравится использовать фигуры речи, которых не существует. А затем, вы понимаете, что я говорю? Вы не можете сделать фруктовый салат, если у вас нет персиков. Вы понимаете, что я говорю? Чаще всего люди запутываются и просто соглашаются. Я биржевой маклер и работаю на достаточно открытом этаже. Рядом со мной и коллегой стоит эта гигантская белая доска. Мы решили, что было бы весело, если бы мы начали писать имена на доске. Затем мы начали писать строки с именами на доске. Затем мы начали стирать имена и писать новые. Люди подходили и спрашивали смущенно, испуганно, любопытно. Почему я нахожусь в этом списке? Или для чего этот список? На что один из нас всегда отвечал. О, ты узнаешь, когда придет время. У меня был друг, который всегда говорил «Просыпайся» очень срочным голосом, случайным образом в течение дня. Тогда, когда тебя спросят, ты будешь смотреть на него, как на сумасшедшего. Это дошло до того, что он написал это в ванной комнате на зеркалах. Так что в следующий раз, когда я принимал душ, то он просил меня проснуться, даже не будучи там. Он крал мои школьные учебники и писал это на последней странице. Так что, когда я, наконец, через несколько недель попадал на последнюю страницу, он говорил мне проснуться. Он реально ненадолго сломал мою голову, пока не принял на работу других людей, которые не были так хороши в том, чтобы сохранять невозмутимость. Независимо от того, что люди говорят после того, как они рассказывают вам историю, анекдот, особенно с участием кого-то другого, всегда просто говорите «Это не так, я слышал немного другое». Каждый раз история изменяется, иногда незначительно, но иногда полностью. Когда мой папа играл в теннис в старшей школе, он спрашивал своих соперников прямо перед матчем «Вдыхаешь или выдыхаешь, когда играешь?» Я просто хотел, чтобы вы знали, что вы всем нравитесь, не волнуйтесь. Когда кто-то паркуется и занимает два или четыре парковочных места, я всегда оставляю им небольшую записку, которая говорит что-то вроде «Привет, извините за царапину на вашем грузовике. Я ехал на машине меньшего размера и думал, что смогу припарковаться рядом с вами, но у меня не получилось залезть на парковочное место. Мой приятель говорит, что вы в состоянии устранить царапины с помощью воска из автозон и что ущерб менее 100 долларов, поэтому у меня нет причин оставлять информацию. Удачи! Я сделал это несколько раз и бездельничаю, чтобы наблюдать, как какой-то парень выходит, читает записку на его ветровом стекле и проводит 20 минут, обходя его грузовик или машину, пытаясь выяснить, где царапина. Когда мне было около 9 лет, моя семья ходила в Биг Бойс Бобс после церкви. Я там мыл руки перед едой, так как родители всегда заставляли меня мыть руки перед едой. Я стою в ванной и я наливаю немного мыла для рук, а затем слышу звук из унитаза и кто-то говорит «Я думаю, что вы должны помнить это». Я помню это многие годы. Я надеюсь, что это станет очень полезным. Таинственный унитаз не сказал бы мне это просто так. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Я был на замене преподавателя в начальной школе. Какая-то случайная ученица третьего класса подошла ко мне и прошептала «Разбуди папу». А затем вернулась в свой класс. Оставшиеся уроки я боялся и думал, о чем это она. Когда кто-то звонит вам по телефону, отвечайте на него, говоря «Здравствуйте, я хотел бы поговорить с Алексом». Они подумают, что вы позвонили им, и они скажут вам «Вы набрали неправильный номер», а затем они повесят трубку. Через несколько секунд они начнут сходить с ума. Мы играли в игру в колледже, мы прогуливались группами людей и попутно произносили вторую половину странного предложения. Победителем стал человек, который, скорее всего, испортил кому-то день с оставшимися без ответа вопросами, проходя мимо знакомца. И да, это был последний раз, когда я принимал душ с моим отцом. Или вот я, лицом вниз, обнаженный в лесу. Раньше я вел хор в средней школе, и однажды школьный посланник пришел в женский хор, чтобы доставить сообщение. Он остановился, понюхал и сказал «У кого их время?» перед выходом. Это было столпотворение, девушки плакали. 17 лет. Новый парень на моей работе. Один сотрудник сказал мне «Не воспринимай ничего, что кто-либо говорит здесь всерьез». Включая это последнее предложение. Черт, он отправил меня в экзистенциальный кризис. Я сказала своему парню, что он смешно произносит слово «туалет». Иногда, когда он говорит это, я просто недоверчиво повторяю это ему. Он не преклонен, что он говорит это правильно. Но он уверен в это, и это действительно ломает его голову, когда я говорю ему это. Может быть, он слышит не так, как это выходит. Мне очень нравится эта игра. Я всегда спрашивал моего старого соседа по комнате «Ты видел нашу зубную щетку?» Изменено. Спасибо за золото, интернет-незнакомец. Раньше я знал парня, который говорил людям, что у них красивые зубы. Независимо от того, насколько они были уверены в своих зубах, это автоматически заставляло их стесняться. Они не могли не задаться вопросом, было ли что-то не так с их зубами. Изменено. Никогда не думал, что это превратится в стоматологический совет, но я в восторге. Вам не нужно ничего говорить. Просто посмотрите на их волосы или линию волос чуть дольше, чем обычно. Слегка расширите глаза и быстро отведите взгляд. Подведите пару более быстрых взглядов во время несвязанного разговора. Создайте впечатление, что вы пытаетесь не смотреть. Если они спросят вас, что не так с их волосами, скажите, что все в порядке. Как можно более неубедительно. Скажите кому-нибудь, нам нужно поговорить. Идите так долго, как можете, не слыша, что этот человек вам говорит. А затем, когда он вас остановит, просто скажите. Это больше не имеет значения, вы сделали свой выбор. Похлопайте их по спине, фальшивая улыбка, и уйдите. Изменено. Золото? Гоша, спасибо, никогда не думал, что я получу одну из этих наград. Время от времени я говорю сыну. Приходи в душ, я не собираюсь разбираться с твоими вещами. Сын. Подожди, ты собираешься рыться в моих вещах? Я. Разве ты никогда не слушаешь меня? Я сказал, что не собираюсь разбираться с твоими вещами. А теперь иди в душ. Просто добавьте несколько... Извините, не каламбур в ваши чаты, когда на самом деле не было каламбура. Если они вас зовут, просто скажите «правда» с насмешливым взглядом и продолжайте. Все, что мне говорили о тебе, было правдой. Однажды я сказал это менеджеру во время дисциплинарного взыскания. И его голова была намного ниже, чем я ожидал. Он был одним из тех менеджеров, которые думали, что он действительно популярен, но на ответственной должности. Работал в одном из тех мест «Угадай возраст, угадай вес» в парке развлечений. Все время люди приходили и говорили «Эй, угадай мое имя». Обычно мы выбрасывали имя и ошибались, но однажды один из наших парней угадал чье-то имя. И позвонил другим двум или трем нашим людям в парке, чтобы сообщить им «Эй, если парень в зеленой рубашке и солнцезащитные очки просят вас угадать его имя, то это Филипп». Или что-то в этом роде. Конечно же, парни пришли на каждый стенд в парке, и каждый сотрудник знал его имя. Смотреть в глаза незнакомцу, косить, будто бы он выглядит знакомо, расширять глаза, громко бормотать, что за херня, затем уходи. Это требуется участника. В основном тренируйте себя, чтобы всегда печально качать головой, когда кто-либо из вас скажет «Инцидент». Да, извините, я не мог говорить об этом с момента инцидента. Оба качают головой, а затем продолжают разговор, как будто ничего не произошло. Вы когда-нибудь были на месте? Нет, не после инцидента. Парня, с которым я работал, нокаутировали во время игры в софтбол. Он вернулся после двухдневного перерыва, и я спросил его «Ты в порядке?» «Я просто немного устал». «Ну, по крайней мере, ты не страдаешь от постоянного перенапряжения». «А?» «По крайней мере, ты не получил никакого повреждения мозга». «О, я думал, ты сказал что-то еще». «Ты уверен, что ты в порядке?» «Да, мне просто нужно вздремнуть». Начать много разговоров с «Я не расист, но...» «А затем поговорить о вещах, которые не имеют ничего общего с расой». «Выглядит растерянность замечательно». «Я не расист, но я ходил в этот новый парк на 4-й улице». «Моим детям это понравилось». «Мы ходили в эти выходные». «Я думал о том, чтобы сфотографировать мою трехлетнюю дочку, распечатать ее фотографию и повесить на стену в ее комнате. Она бы взрослела, глядя на эту картину. И когда она станет старше, то поняла бы, что это была она. А потом я сказал бы ей, что она путешественница во времени. Моя жена не позволила мне сделать это. Ну а на этом видео заканчивается. И если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков. И поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 4000 лайков. Всего-то 4000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат. Да, у нас наконец-то появился чат. Вы найдете в описании. Пока. А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова